МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працуе Юлия Мастич. Глядите в этом выпуске. Курс на сближение. По меж Гомелем и Томском подписано погоднение об сябровстве и супрацовництве. Здорово быть здоровыми. В Гомеле на завершальной стадии находится реконструкция детячего реабилитационно-оздравленного центра «Крыштальны». Тяжкий снег. За сутки у Гомеле на специальной пляцовке вывозится до тысячи тонн снегу. А зараза об этом и иншим больше подробязна. Сегодня Гомель отзначил 81-ю годовину с дня вызволения города от немецко-фашистских захопников. С этой нагоды отбылся урочистый митинг с уделом керавництва города в области, молодей и шматликих гостей. Церемония ускладания кветок до братской могилы советских воинов и подпольщиков прошла в центры города на площади працы калявечного огня. Сюда ушановать память героев пришли сотни гомельчан. Тых, кто памятая и николи не забывая. Два десятки боевых машин. Танк-пероможца Т-34, небы помняк о дваге и стойкости, открыл парад техники. По центральных улицах Гомеля проехали легендарная «Катюша», первый советский мотоцикл «Урал М-72» и иншая одновленная техника, якая стояла на варте мяжи у годы Великой Айчинной войны. Самое важное – это передавать нашему поколению ценность того, чего достигли наши предки. И на сегодняшний день немаловажно чтить традиции и память нашего народа и ценить такие все моменты, потому что это очень важно для народа, для нас. И вообще 26 ноября – великий день для города Гомеля. Прошелши скрозь ста годзи и войны, многое выпробовавши, город над сожем и сегодня памятая той радостный день. Памятая тоя и мгненне, кали над разбуранными будынками и улицами, 26 листопада узнялся пунцовый стяг. Стяг вызволения и худкой перемоги. Гомель-Томск – курс на сближение. Сеоння помеж двума городами подписано погоднение об сябровстве и супрацовництве. Урочистый прием с этой нагоды отбылся у день 81-й годовины вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Выбор даты не выпадковы. Россию и Беларусь объедновывают агульная перемога и агульная гистория. Улады двух городов подкреслили гэта прессустречи. Томск – глубокий тыл. Как у нас говорят, в Сибири не было войны, но бесконечные списки павших. И действительно, мы принимали эвакуированные предприятия со всей России. И первое предприятие, которое приехало в Томске, разместилось – это гомельская фанерно-спичечная комбинат «Везувий». А потом, посмотрев, сколько-то мечей воевало, сколько погибло здесь, в этих местах, действительно, наши города объединяют многое. И сейчас наша совместная задача – это сохранять, передавать новым поколениям. И поэтому я уверен, что и в современности, и в прошлом нас многое объединяет, и нас ждет много совместных проектов, которые порадуют и жителей Гомеля, и жителей Томска. Сегодня помеж российским и белорусским бокам мнозство гандлево-экономичных сувезей. Есть и суместные проекты у сферы адукации. Подписанный документ станет основой для поширения сябровских сувезей. Хочется, чтобы этот договор стал действительно мостиком для нашей плотной такой дружеской интеграции в различных направлениях в экономике, в социальной сфере. И послужил действительно хорошим импульсом для объединения наших городов. Сегодня 81-я годовщина освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Нам очень приятно, что именно сегодня, в этот день мы подписываем это соглашение. Это говорит о том, что история у нас одна, победа у нас одна. И мы должны идти дальше, развивать тесное взаимоотношение, но помнить свою историю той Великой Отечественной войны и какой ценой досталась нам победа. Гомель стал первым белорусским областным центром, вызволенным от корычневой чумы. У 81-ю годовину памятной даты город над Сожем не только ящера смоцывался бровство со своим историческим союзником, но и подрихтовал широкую программу с военно-гисторическими реконструкциями, концертами и иншими урочистостями. Наши корреспонденты сочат за подеями. Об заховании памяти. Депутат Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь Ирина Даугала сострелася с наученцами и выкладчиками Гомельского Державного Политехнического колледжа. Тема размовы – геноцид белорусского народа подчас оккупации. У годы Великой Отечественной войны загинул каждый третий белорус. И сегодня важная задача – заховать память о птых подеях и зверствах нацистов, каб не допустить кровопролития у будущени. И сегодняшний день, день освобождения города от фашизма, можно совершенно со знаком равенства поставить в тот 2020 год. Тогда Беларусь в буквальном смысле этого слова спасли от нового, от неофашизма. Если мы с вами не будем беречь нашу память, изучать каждую страницу за страницей, что у нас было грошным цена, нам нечего будет передавать своим детям. Вот прошлое поколение, они еще это все более-менее видели, основали, переживали. А молодежь, она толком не понимает все серьезные ситуации. И мы должны до них донести, чтобы они потом передавали это из поколения в поколение, сохраняя историческую память. У пытаний об колькости ахвергенациду за период оккупации Гомеля застаются белые плямы. Хоть видовочно, что не личатшие военно-полонных Дулага-121, говорка идея про десятки тысяч людей. У память о подвигу. У день 81-й годовины вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников у одним из дворов города пройшел парад под окном. Таким чином курсанты военно-патриотичных классов подяковали ветерану Великой Айчинной войны Анатолю Карака за мирное небо над головой. Будучего командира стрелковой роты призвали на фронт у 1943 года. Его отправили в школу молодших командиров у Смоленскую в область. У 1945-м за 15 дней пройшел на своих двоих амаль 500 километров от Вислы до Одера. А 20-го красавика того ж года при захопе опорного немецкого пункта отрымал тяжкое ранение. Нагитим, як каже ветеран, його война скончилася. Уже, считай, война закончилась. А нас там надо было один участок освободить. Ну так ползком сползли. Так мне разрывной пулей войня не знаю. Ну а какая. Все. Я 40 дней, в общем, не лежал в больнице. Там же в Германии. Что год у Лады, совет ветеранов и молодежные организации веншують гамельчанина за всеми святами. Сегодня курсанты 9-й школы супольно с кировницством города организовали парад под окном, каб отдать повагу тому, хто подарил краине мир. Отношения просто нет слов, действительно. Потому что и на праздники, и в поликлинике, и здоровье. Да все. Да все. А в этом году, 9 мая, это вообще такое было внимание. И подъезд починили, и все сделали. Детям с 37-й школы каждый праздник приходят, поздравляют. И просто так даже заходят. А мы пришли дедушке спасибо сказать. Анатоль Карака за свои заслуги был узнагародженым медалем за адвагу, орденом червоной зорки и орденом айчинной войны другой ступени. За развитерану 98 годов. У его пятера детей, семера унуков, девять правнуков и одна праправнучка. Для техничной оснащенности и бесперебойной работы транспорту. У Гомеля изъявились новые автобусы и спецтехника жильево-коммунальной господарки. 13 одинок техники пополнили гомельские троллейбусные и автобусные парки, а так само Гарсаб. Усе новинки айчинные в творчестве. Наприклад, автобусы МАЗ оснащены найновшими сродками электроники. Усе для безпеки пассажиров. Пассажирам комфортнее станет ездить в наших автобусах. И в будущем планируется еще закупка таких автобусов. По сути, в этот день город родился заново, был разрушен, восстановлен. Ну и новые автобусы – это тоже как восстановление городских перевозок. Только за 2024 год у Гомель Аблаутотрансе набыли свыше за 50 новых одинок троллейбусов и автобусов. По линии Гарсаб одновили 16 машин, які будуть чистить и прибирать город от снега. На каждом кроку комфорт и утульность. У Гомеля на завершальной стаде знаходится реконструкция детячого реабилитационно-оздоровленного центра «Крыштальны». Объекту воходить у инвест-программу в области, а ход работ знаходится на особистом контроле губернатора. Коли «Крыштальны» очинить свои дверы для детей и что нового з'явится у центры. За будовництвом назирала Татьяна Пемененкова. На ускрайне города, поколь еще працуют будовники, и крыхуют шувальный водор фарбы. Площа объекта повеличилась в полторы разы, а оздоровиться тут смогут свыше 200 детей со всей Гомельской области. Почались работы в мае 2023-го. Над объектом працавали коля 90 будовников. С уместными силами на свет з'явился абсолютно новый корпус. Так само полностью реконструовали и старый будинок добудовали третий поверх. Объекту плетен полностью новой мебелью, компьютерными техниками, игровыми, какими-то интересными вещами. 100% полностью объектом плетен новым оборудованием. Весь современный набор помещений, начиная от администрации, включая и заканчивая лабораториями, которые будут сегодня делать анализы воды, проверять качество этой воды. Применены также безбарьерная среда сегодня. Вот вы видите, за моей спиной подъемник стоит, лифт. И также здесь установлены подъемники для инвалидов, которые будут детей, которые малоподвижны сегодня, опускать бассейн для оздоровления. Концепция оздоровления достаточно интересная для Беларуси. Наведовальниками станут дети от трех до семи годов. Такими установами может похвалиться не кожная в область. Умовы для дошколят будут максимально приближены до тех, что устворены в детячих садах. В данном учреждении будут открыты 12 групп, приспособленных именно для данной возрастной категории. Предложены будут детям бассейн, которого ранее не было, прогулочные площадки с современным оборудованием. Также предусмотрено все для ослабленных детей, детей-колясочников, для того, чтобы они чувствовали себя достаточно комфортно в этом учреждении образования. Реконструкция оздоровления центра «Кристальный» запланована дзеючей державной программой по переодолине наступства катастрофы на ЧАЭС. Если раньше мы в других программах по дротцам финансировали единично, то есть по какому-то объекту, в какой-то программе у нас попадали они, то сейчас уже в шестой программе выделен отдельный блок, где есть отдельное финансирование, и мы финансируем в целом проекты. То бишь у нас в шестой программе реализуются 10 проектов, в том числе и дротц «Кристальный». И в дальнейшем мы планируем уже в седьмую программу включить тоже отдельный блок, по примеру шестой программы, где будем финансировать объекты дротцов. Здоровая от жизни визитовка Беларуси за 10 месяцев бегущего года по республиканской программе по переодолине наступства катастрофы на ЧАЭС в складе организованных групп оздоровилося свыше 54 тысяч детей из всей Гомельской области. Татьяна Пемененкова, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель». Для уборки снега на Гомельщине притягнута техника специализованных предприемств, промысловых и сельско-господарчих организаций. Только в областном центре на протягу понеделка машинами «Гарсапа» на пляцовке вывезено около тысячи тонн снега. Наши корреспонденты у Сибакова оценили ситуацию. Амаль 12 годин беспрепинных опадков в выгляде мокрого снега сразу створили значительные проблемы не только для специализованных службов. Для очистки дорог только в Гомельне вывели больше 40 одинок техники, которая начала працовать уже в ночь с пятницы на субботу. У шесть годин ранее на уборку снега вышли работники предприемства «Гарсапа». Снег мокрый, тяжелый, потому что температура была плюсовая все это время. Ночью минус, где-то он подтает, где-то он премерзает. Вот стараемся сейчас убрать, чтобы этого ничего у нас не было. Мокрый снег стал причиной утворения гололедницы, что створило додатковые проблемы для удельника у дорожного руха. Как выник, повеличилась колькость дорожно-транспортных здоровья. Вот и млеку по причине выкористания летних шин. На станциях техобслуговывания кажут, что ведут эту ситуацию и готовы допомогти оперативно переобуться. Дежурим, знаем, все запасено, все расходники у нас подготовлены. Ну и рекомендации по шинам. Не застались и без работы и медики, людей, для которых гололюдица створила проблемы. У Гомеля принимают два травмпункта. Правда, значных по шкоджению по кульняма. У медустановы звернулись а некольки десятков человек. Шпитализация не спотребилась никому. Вышла с дома, было скользко, немножко не удержала равновесия. Когда начала падать, хотела подставить руки, но немножко рука подставилась кистью. Когда встала, поняла, что не могу шевелить пальцем. Звонила брату, спросила у него, что мне как, и он сказал, что надо сюда приехать. Ушиб. Да, так что все хорошо. Мы подстраиваемся под изменяющуюся обстановку. У нас усиленные бригады, у нас опытные врачи. У нас есть дублирующие врачи, которые могут прийти на помощь и оказать помощь в случае массивного поступления граждан. Зима только начинается, а тому снегопаду чекается шмат. Можно лечить, что это стал первым экзаменом для всех службов. От коммунальников до медиков, которые они вытремали без значных зовах. Александров, Анна Кустачева, преподтримцы АНТ. Макулатура, пластик, шкло и бытовая техника. На Гомельщине удоскональвают сбор и нарыхтовку другасных материальных ресурсов. Работы проводятся у ответственности с постановой Совета Министров от 30 червня 2020 года номер 388 об обыходжении за отходами товаров и упаковки. Наши корреспонденты доведались, как ожитивляют приемку другасных ресурсов у насельництва на прикладе Рогачовщины. Алла Гарсевич, звездки старое село, что в 10 километрах от Рогачова. Кажа Капхутка позбавится от невеликих объемов макулатуры и непотребной техники у город ездить незручно. Да помогая выездный прием другасных ресурсов. А пошли раз женщина Прозьяго позбавилась от старого холодильника. Довольно часто приезжает и очень удобно. До города сама я бы не сдала холодильник, а здесь они приезжают, забирают на месте, платят деньги и все, и очень хорошо. Не надо мне никого искать, чтобы кто-то меня его забрал. Сдавали утюги, которые вышли из строя, они нам не нужны. Благодаря тому, что они приезжают, забирают у нас неисправную бытовую технику, нет захламления дома. Как бы очень удобно. КЖУ Прогачев – один из основных операторов по сбору другосных ресурсов в районе. Продприемство отказывает за некольких городских стационарных пунктов и один перасовочный. Машины КЖУ выезжают в буйные везки раз на тыдень. С початку года организация собрала у насильництва коля 170 тонн паперы, 130 шкла и 6 тонн пластика. Наши машины еженедельно обычно выезжают, приезжают по наиболее крупным сельским населенным пунктам. Заранее мы согласуем графики эти и сообщаем председателям советов. Соответственно, мы даем информацию в чаты. Обычно за раз, конечно, в разных населенных пунктах это все по-разному. Где-то 500-1000 килограмм макулатуры собирается. Примерно, опять же, 1000 килограмм, а то бывает и 1000-15 стекла. И килограмм 50, а иногда до 100 килограмм, до 150 пластика. Анализ выполнения плана по нарыхтовке другостных материальных ресурсов у района проводят что месяц. А так само организуют суместные акции с установами адукации. Извлечение вторичных материальных ресурсов на станции сортировки составляет 34,1%. Доведенное задание по сбору ВМР в Рогачевском районе выполняется. Вместе с тем, есть на чем работать по сбору полимеров. Где нами предусмотрены дополнительные меры. Это работа с населением по месту жительства со сбором ВМР по графику, а также совместные акции с учреждением образования. А кроме выездного пункта сбора и 15-ти стационарных на Рогачевщине активно працует полигон твердых бытовых отходов. Специалисты выполнены, по ширине работы с другостными ресурсами дозволить населительство не только с комфортом позбавляться от старых вещей, но и сформирует экологические звички по их сортованне. Олеся Заяц, Татьяна Пемененкова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Комитет Держконтроля Гомельской области вывучает полноту принятия лесогасподарчими и иншими организациями мер по наведении и подтримании парадков в лесах в области. С этой метой 27 листопада в Комитете по телефонах в Гомеле 23-83-71 и 23-83-73 пройдет горячая телефонная линия с населительством. Громадяне с 9 до 13 годин и с 14 до 18 годин могут поведомить об захламлении лесов отходами, наявности на территории лесфонду нарыхтованной драунины, якая пришла у непридатность, недохопах при распроцовце ветровально-бураломной драунины и инших проблемных пытаниях у лесной господарцы в области. Комитет Держконтролю так само текавить меркование самих работников лесогасподарчих установ об наявности проблем у дадзиной сферы и махчимых шляхах их выращения. Гэта и иншая новины вы можете знайсти у нашим Телеграм-канале, а так само на сайте у интернете по адресе tvr.by. Далее у эфиры новины сетки, разбор актуальной международной повестки на пальцах. Сегодня у выпуску. Трамп обвестил об початку продажи у своей новой книги. Парламент Грузии приступил до выполнения обовязков. Польская право и справедливость выбрала своего кандидата в президенты. После глядите эфиры де-факто из партии «Нагляд», а я с вами разведываюся. До встречи! Трамп подался в писателя, а Шольц решил, что лучшей идеей будет пойти на второй строк. Целый цикл электоральных кампаний ожидает нас в самое ближайшее время. Это новости сети Михаил Садовский. Мы здесь для того, чтобы при помощи нейросетий рассказать, что происходит в реальном мире. Трамп объявил о начале продаж своей новой книги «Спасти Америку», пишет РИА Новости. Стоимость каждого экземпляра составляет 99 долларов, а подписанного Трампом – 499 долларов. Согласно описанию, она отражает беспрецедентный взгляд на первые 4 года президентства республиканца и видение его следующего срока, а также наполнена знаковыми моментами первой администрации Трампа. Трамп не стал бы тем, кем он является в данный момент, если бы не имел традиции считать каждый доллар, что поделать привычки миллиардера. Раз уж стал президентом, то качай на полную, но и помогать тем людям, которые победу на выборах обеспечили, также забывать не стоит. Владелец соцсети Икс и исполнительный директор Тесла Илон Маск побил свой же рекорд 2021 года и стал богатейшим человеком в истории, об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно индексу миллиардеров, состояние американского предпринимателя за прошедшую неделю выросло на 35 миллиардов долларов и сейчас оценивается в 348 миллиардов. На второе место опустился основатель компании Amazon Джефф Безос, его состояние оценивают в 219 миллиардов долларов. Третье место у руководителя корпорации Oracle, его состояние оценивают в 206 миллиардов долларов. Мы же говорили, что Трамп благодарно щедро одарит своего мецената, но дальше больше. В сети распространяются домыслы, что уже в самое ближайшее время состояние основателя Tesla и SpaceX может перевалить за 1 триллион долларов. Дуэт предпринимателя и политика может стать самым успешным в истории, к слову, у последнего дела также налаживаются. Судья окружного суда по округу Колумбия Таня Чуткан удовлетворила просьбу спецпрокурора Джека Смита прекратить уголовное преследование избранного президента США Дональда Трампа по делу о попытке отменять результаты президентских выборов 2020 года. Смит заявил, что дело должно быть закрыто из-за политики Министерства юстиции, которое запрещает судебное преследование действующего президента США. Команда Трампа назвала это крупной победой верховенства закона. Образно выражаясь, теперь абсолютно никто и ничто не сможет помешать могучему Дональду реализовать абсолютно все задуманное. Где-то в Киеве от этого очень сильно поднапряглись. Канцлер ФРГ Шольц после выдвижения на второй срок назвал конфликт в Украине, цены на энергоносители для компаний и расширение возобновляемых источников энергии, а также высокую стоимость жизни для многих людей вызовами на ближайшие годы. Олаф Шольц сказал, мы хотим бороться вместе и работать над тем, чтобы в нашей стране дела продолжались. Если Трамп думает про то, как сделать Америку великой снова, то Олаф Шольц маниакальным упорством делает все для того, чтобы Германия вновь стала прекрасной аграрной страной. Иначе как объяснить кредитную яму, в которой Берлин оказался на фоне безмерной и безграничной поддержки Украины? Впрочем, и в самой Германии все прекрасно понимают. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель указала, что отказ от российского газа нанес значительный урон бизнесу и промышленности Германии. Об этом 25 ноября она заявила в интервью вещательной корпорации BBC. После того, как Дональд Трамп покинул Белый дом с президентом США Байденом, мы достигли договоренности о том, что начнем использовать Северный поток-2 только в том случае, если энергоносители не будут использоваться в качестве оружия. И считала это соглашение правильным и в результате по Северному потоку-2 так никогда и не пошел газ, отметила Меркель. Вместо планомерного сотрудничества, вместо всеобщей выгоды, вместо развития, Шольц и Меркель просто грохнули свою экономику и дело с концом. И совершенно не важно, что все эти действия были произведены только ради того, чтобы насолить Российской Федерации. Парадокс. Но немецкому народу рано выдыхать финансовые потоки в Киев никто не собирается закрывать. Канцлер Германии Олаф Шольц после выдвижения на второй срок заявил, что одобряет финансовую поддержку Украины посредством заимствований из госбюджета страны. При этом он вновь выразил свою позицию против поставок Киеву дальнобойных ракет «Таурус». Мне все-таки очень интересно, когда в Берлин придет понимание того, что Зеленский по долгам не планирует рассчитываться. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху предварительно дал одобрение на соглашение о прекращении огня с ливанским движением Хизбалла, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник знакомой ситуации. По данным источника, Нетаньяху во время консультации по безопасности с израильскими официальными лицами в воскресенье вечером предварительно одобрил предложенную сделку. Есть стойкое ощущение, что Нетаньяху все-таки осознал то, что дальше совершать военные преступления не получится, отвечать рано или поздно придется. Вот только хотелось бы не только перемирие с Хизбаллой, но и прекращение огня в блокированном секторе газа. Там продолжают гибнуть мирные люди. За последние 15 дней в результате атак израильской армии на различные точки сектора газа убиты 523 человека, 1709 получили ранения. В заявлении Палестинского министерства здравоохранения в Газе приводится информация об атаках, которые Израиль совершает на сектор газа в течение 416 дней. Согласно этой информации за последние 24 часа 24 человека погибли и 71 человек был ранен в двух отдельных массовых убийствах, совершенных израильской армией в различных частях газы. Но это еще не все. Израиль упорно продолжает продвигать идею о том, что он лишь защищается, да и вообще они жертвы. Министр обороны Израиля Израиль Кат заявил, что будет продвигать строительство забора безопасности на границе страны Иордании. Это заявление Кат сделал во время посещения центрального командования израильской армии. Белые и пушистые словом ничего не скажешь. Парламент Грузии 11-го созыва, который сформирован по итогам парламентских выборов 26 октября, приступил к выполнению обязанностей. Трансляция первого заседания парламента велась на сайте законодательного органа, информирует ТАСС. Депутаты большинством проголосовали за постановление о признании своих же прав и полномочий в качестве парламентариев. Вот и провалилась попытка очередной цветной революции в Грузии. На этот раз воля народа и воля правительства были сильнее, чем возможности тех, кто хотел посеять раздор в Закавказье. В грузинской мечте исключают сотрудничество с оппозицией в случае ее радикальных действий. В стране состоялась первая после выборов заседания парламента и в правящей партии подтвердили свой курс на сближение с Евросоюзом. Тем не менее, там не исключили и дальнейший диалог с Москвой. Нормальная практика работать со всеми, но исключительно в конструктивных целях. К слову, действующему президенту Грузии Саламезу Рубешвили осталось править не так много. Выборы президента Грузии и инаугурация должны состояться в текущем году. Такое заявление сделал спикер законодательного органа Шалва Попоевшвили. Ранее Комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам подтвердил подлинность подписей 81 депутата, которые призвали Конституционный суд вынести импичмент действующему президенту за несогласованные с Кабмином визиты за рубеж. Сколько веревочки не виться, а конец будет. Вот только счастливый ли? Оппозиционная польская партия «Право и справедливость» выбрала историка Кароля Навроцкого кандидатом в президенты. Он может стать серьезным политическим соперником прогрессивного мэра Варшавы Рафала Часковского, которого накануне выдвинула в президенты правящая гражданская коалиция. В Польше совершенно точно намечается передел сферы влияния, и вполне вероятно, спокойным он не будет, но это уже не наше дело, дадим польскому народу самому решать, как ему стоит жить. Несмотря на предстоящую президентскую кампанию, в самой Варшаве на внутренние проблемы закрывают глаза и раскручивают идею врага у ворот. Польша призвала европейских партнеров финансировать восточный щит на границе с Россией и Беларусью, об этом пишет Financial Times. Как отметила польский министр Магдалена Сапковяк-Чернецкая, финансирование восточного щита поможет показать избранному президенту США Дональду Трампу, что ЕС осознает важность обороны. Financial Times указывает, что укрепление щита может стать ключевым элементом обещаний премьер-министра страны Дональда Туска остановить агрессию России, а также нелегальную миграцию в Польшу. Вот по поводу последнего очень хочется напомнить господину Туску то, как польские чиновники визами торговали. Даже нейросети это прекрасно помнят. С вами был Михаил Садовский. Новости сети. Пока. Новости сети Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Рогащевском районе родители не исполняли обязанности по воспитанию дочери. Ребенок находился в антисанитарных условиях, из-за чего у девочки регулярно возобновлялся педикулез. Отсутствовало также сбалансированное и достаточное количество продуктов питания. По становлению комиссии по делам несовершеннолетних, ребенок отобран у родителей и помещен на государственное обеспечение. Решается вопрос об определении ее в опекунскую семью. В Хойнинском районе правоохранители спасли мужчину, на которого напал волк. О случившемся милиционерам сообщила супруга пострадавшего. Выяснилось, что из-за громкого лая собак сторож фермерского хозяйства вышел осмотреть охраняемую территорию. Практически сразу его атаковал хищник, хватая за ноги и руки. Отбиваясь, мужчина укрылся в подсобном помещении. По прибытии милиционеров животное набросилось и на них. С учетом реальной угрозы сотрудники использовали огнестрельное оружие. Для оказания помощи сторож госпитализирован, стражи порядка не пострадали. В Реческом районе из-за неосторожного обращения с огнем при курении случился пожар. В городе Василевичи по улице Володарского горел жилой дом. В результате пожара повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество в строении. К счастью, без пострадавших. Не обошлось без пожара и в Лоеве. По улице Батовой произошло возгорание в жилом доме. В результате пожара повреждено имущество в строении. Пострадавших нет. Вероятная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Не допускайте перекала. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не поручайте это детям. В Гомеле неизвестный разбил оконное стекло одного из филиалов сети библиотек города. На месте происшествия был обнаружен мобильный телефон. По следу пальцев, руки оставленных на гаджете удалось выявить злоумышленника. Мужчина задержан. Фигурант объяснил свое поведение внезапно возникшим сильным стрессом – известие о смерти близкого родственника. По данному факту проводится проверка. Двое жителей Гомеля, один из которых несовершеннолетний, повреждали игровые автоматы, похищали содержимое и деньги. В общей сложности было присвоено почти 800 рублей. Нарушителей удалось задержать. Парни признали свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело. На этом выпуск и завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Футболисты Минского «Динамо» второй раз подряд выиграли чемпионат Белоруссии. В домашнем поединке 29-го тура подопечные Вадима Скрипченко минимально одолели Борисовский Батте 1-0. Золотой гол на 42-й минуте игры забил Вадим Пегас. В турнирной таблице столичный коллектив теперь имеет 67 баллов. У Гродненского Немана 62 пункта. И остается один матч, победа в котором не даст возможности догнать «Динамо», даже если минчане уступят в своих двух оставшихся поединках. Жлобинский «Металлург» одержал 17-ю победу в нынешнем сезоне хоккейной экстралиги. Действующие чемпионы Белоруссии минимально переиграли у себя дома Смоленский Славутич. Счет в поединке на восьмой минуте открыл нападающий Столиваров Сергей Бейзак. Игрок реализовал большинство. На 15-й минуте уже второй 20-ти минутки форвард гостей Максим Усков сравнял цифры на табло. Но буквально через минуту защитник «Металлурга» Артем Волченков реализовал еще одно численное преимущество «Жлобинчан» и сделал счет 2-1. Как оказалось, эта заброшенная шайба стала победной. В третьем периоде команды огорчить друг друга не смогли. Далее «Металлург» отправится в Брест, где 29 ноября и 1 декабря проведет два поединка с одноименной командой. Славутич в свою же очередь проведет два домашних матча с главным аутсайдером первенства «Барановичским авиатором». Встречи состоятся 30 ноября и 2 декабря. Баскетболисты Гомельских Рысей переиграли Брестскую Викторию в матче чемпионата Белоруссии. Гомельчане разгромили соперника в первой половине игры. К большому перерыву их преимущество составляло 20 очков. В третьей четверти хозяева чуть сократили отставание, а в заключительные 10 минутки им не удалось заставить гостей понервничать. Дружина Тимофея Веревкина сохранила комфортный перевес до финала встречи. В итоге 61-44 победа Гомельских Рысей. В составе команды с берегов Сожа лучшими стали Тимофей Карпук, набравший 18 очков, 9 подборов и 6 передач, а также Нгимби Живинси, у которого 17 очков, 15 подборов и 1 ассист. В турнирной таблице первенства Гомельские Рыси делят первое место с Гродно-93. Но у новоиспеченных победителей Кубка Белоруссии есть игра в запасе. Белорусска Анна Королёва завоевала серебро на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в республике Хакасия. Девушкой определяли сильнейших в спринте свободным стилем. Участие в соревнованиях приняли 70 спортсменок. Лидер нашей команды Анна Королёва показала пятый результат в квалификации. Затем прошла четвертьфинальную и полуфинальную стадии со вторых мест в своих забегах. А в финале также финишировала второй, уступив только Анастасии Фалеевой из Атарстана. Еще одна белорусска Ульяна Хомич не преодолела отборочный барьер, ровно как и наши Роман Елетнов и Даниил Сенкевич в мужском спринте.